Не так часто езжу я по сервисам, тем более профессиональным. И в принципе все должно быть понятно. Почему такое имеет место быть? Цены там и цены в мастерских в разы. Но так ли это во время великой конкуренции? И мы приехали в фирменный автопунктовский центр Перспектива на Минжинского 15, что на калибровке. И цены проверить, и новинками поделиться. Про цены чуть позже, про новинки. Да, автомобиль сделан из металла. Но металл это не металл в танке. Пространственная рама и объемный кузов это металл. Все остальное это обтекатель из жести. А там и камушек, и шип, и град, и палка, и сумка, и многое из того, что форму мнет, заставляет нервничать, но красить-то и не надо. Если есть леопароскопические инструменты, руки и мозги, а я вам ранее пару мест таких показывал, то все то же самое можно сейчас сделать и в центре Перспектива, что на калибровке. Существовало такое мнение раньше, что автопункт это очень дорого. В действительности я не вижу никакой разницы между мальчиками в гаражах и фирменным сервисом такого уровня. То есть цены-то примерно одинаковые? Да, цены довольно приемлемые, скажем так, не дороже любого другого сервиса, что гаражного, что фирменного, скажем так. Я, конечно, понимаю, что у вас престиж BMW на первом месте, но вы также можете делать и Hyundai, и все остальное? Да, весь модельный ряд практически мы делаем вплоть от российских машин до внушительных иномарок. Теперь самое интересное, вот на улице зима, да, камушки вылетают, и машину, в принципе, перекрашивать бы не надо, но хочется исправить. Можно попробовать помочь? Ну, конечно, незначительные повреждения без повреждения лакокрасного покрытия мы устраняем за небольшие деньги. Жить и ездить по нашим дорогам – это капец. Жить и ездить в Магнитогорске – это более веское слово. То есть рано или поздно ДТП. Понимая то, как лицемерно вчерашние чайники кладут на правила движения, ездить по улицам в упорутое время гонцов-быдляков – это вероятность в 10 раз быстрее попасть на крупную аварию. И тут уже собственный опыт. Быстро отремонтировать с тонной шпатлевки можно любой агрегат. Точнее не отремонтировать, а замазать и сделать скульптуру. Грамотно вывести все в ноль – это дано не каждому. Стенд тут нужен. Стенд-растяжка. Здесь он есть. И прежде чем варить новое, создадут такие же условия, как и на заводе. Моя передача все-таки создана для того, чтобы людей научить ездить аккуратно. Потому что автомобиль – это же не танк. Танк из стали. А вот если, допустим, в машинку какой-нибудь сюрприз сзади хороший прилетел, перед же тоже может повезти? Да, перед может повезти. Машина – это одно целое. При ударе взад может уйти перед автомобилем на бок. И, соответственно, у нас есть оборудование, которое восстанавливает полную геометрию автомобиля. Со всеми электронными линейками, измерительными системами. Можете, конечно, поехать к дяде Пете в гараж. Как бы тот с помощью шпаклевки и обыкновенной линейки восстановит вам автомобиль. Но я не думаю, что будет безопасно ездить на таком автомобиле после такого ремонта. А у нас полностью компетенцированная установка, которая позволяет полностью восстановить автомобиль, геометрию его, углы, то есть ход-развал колес и все в таком роде. Все зазоры. Я попросил специального руководства посчитать, сколько без материалов у вас стоит работа и сколько с материалами. И так получается, что без материалов, ну без вот этой краски, цена, например, такая же, как у дяди Пети в гараже? Да, 2,5-3 тысячи. А какие же материалы-то у вас в этом смысле? У нас немецкие материалы фирмы Глазурит. Вся Германия сидит на этом. Краска на водной основе, то есть для экологии абсолютно безопасна, так же, как и для человека. Так что, соответственно, требует всем стандартам. То есть смысл экономить, по-моему, вообще теряется тогда. Конечно. Ну и в завершении про цены. Ничего сногсшибательного-то нет. Работа стоит, ну, не намного дороже. Зато где делается машина? В грамотных условиях. И только качественными материалами. Конечно, если вам покрасить и выбросить на базар, то не ехать сюда. Но если машина часть семьи, то почему бы и нет? Спасибо.